Субтитры сделал DimaTorzok Пузырьками Собрали чуть-чуть грибочков Таких вот красивеньких Эх, жаль, у нас время мало было Виталик быстро Диму вытащил Из грязюки Мы поднялись на плато Бермамут Высота тут 2,567 Офигенный просто вид Мы стоим на краю обрыва Со всех сторон Пропасть туда, пропасть туда Красивые скалы вымытые Или выветренные Там Просто нереально Правда Сзади на нас надвигается туча Какая-то большая Сейчас, наверное, нас накроет Посмотрели на обрывы, на виды Вот, но внезапно Надуло облако Сейчас вот пошел дождь Короче, мы как ежики в тумане Видимость, наверное, не больше 50-40 метров Вообще ничего не видать Решили съездить в Кисловодск 40 километров Заправиться Дозвониться Купить продуктов Ну и потом вернуться сюда Ближе к вечеру Че, как мы покушали? Отменно Супчик Баранинок С картошечкой На углях Да все это Ну, салатик Потом травяной чаечек Все супер В течение подоехать не хочется Сейчас будет Залечь Поспать Переварить Но Нам надо идти В городе вот Мы травимся Мы опять в ночь Собрались куда-то заехать Короче, пошел дождь Тут дорогу всю раскиселило Напрямую идешь в дрифте Ну, в общем, все как надо В общем, решили немного стравиться Вдруг получше будет Сейчас увидим Две еще Давай, давай, давай Еще чуть Еще, еще Да Плохо Вперед Сколько сможешь Сюда заедь Потом туда И развернемся Понял Пару раз Чуть не стащило нас В обрывчик Но все это Обошлось Нормально Сейчас мы хотим Вот Поздно уже приехали Уже часов Одиннадцать Наверное Точно не знаю Сейчас чуть поспим И Ночью будем Смотреть звезды Какую Про Гранд Чуроки Люди ехали сюда Солнышко светило Они хотели переночевать Посмотреть звезды Заглянуть на Эльбрус Приехали Встали Разбили палатку Пошел дождь Температура упала Они поняли, что им холодно И они хотят домой Они собрали палатку Под дождем Сели в машину Проехали метров 300 И прилипли В общем В темноте Оказывается Когда мы сюда ехали Мы проезжали Где-то рядом с ними Но мы их Не заметили Потому что Фары не были включены В общем Мужик там Накопался так Что Еле на ногах стоит В общем Пришел сегодня утром Попросил его дернуть Но факт остается фактом Эльбруса Они не увидели Ну в принципе Мы тоже Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что на улицу Ненастная погода Второй день уже В общем Решили вот Поиграть Посидеть Никуда не ехать Переждать дождь Вот сидим Сточим Бутерброд Ну и еще вот так Все время Хорошо По ним идет электрический ток Большой Как называется Высокий Высокий Например Ток А вот это кто Собака А вот он Мальчик Это значит он кто Кабель А кабель А все вместе кабель Электрический кабель А вот высоко Высокомощный кабель Кабель высоко В напряжении Из пункта В пункт Верно Так И что Над вершинами Это мы сидим Сточки Первая полочка Вот вторая полочка А это вот самые смелые Верно Мальчик Мальчик Продолжение следует... Мы находимся в урочи Джилсу и идем на водопад Султан. Продолжение следует... Едем на поляну Эммануэля. Дорога очень узенькая, обрывистая, каменистая. Страшно. Но Виталий говорит, ничего страшного. Доедем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вот она перед нами, поляна Эммануэль. Вот это вот, я так подозреваю, вот это плато. Вот это вот плато перед ледниками, вон теми. Это и есть аэродром немецкий. Скорее всего, вот это вот ровная площадка, куда садился самолет. Мы решили осмотреться и подождать Димку. Он решил ехать к нам. Поднялись на такую горку небольшую. Вот отсюда, вон где-то там должен быть утром виден Эльбрус. А слева у нас ущелье с водопадом, который мы смотрели недавно. Водопад Султан, по-моему, называется. Виды здесь офигенные, даже когда немножко облачно. Вечером был сильный туман. Было все затянуто облаками. А вот сейчас в 2 часа ночи встали. И под светом луны виден Эльбрус. Небо вообще чистейшее. А в долине Джилсу все затянуто облаками, которые, наверное, были здесь. Все опустились туда плотным-плотным одеялом. Ну и, конечно, его сейчас сфотографировать не получается. Вот я на него как раз смотрю. Но масштабы впечатляют, конечно. Огромный Эльбрус. С его ледниками. Красиво. И уже видно фонарики, которые поднимаются в гору восходители. Здорово. Рано утром на Эльбрус. Хотим посмотреть на Эльбрус разноцветный. Температура 0 градусов. А кто-то выложил зимнюю куртку, когда машину собирал. В общем, все отлично. Сейчас 20 минут с шестого. Мы смотрели рассвет. Как Эльбрус открывался. Солнце на него начало светить. Но сначала ставили красные вершинки. Потом он весь покраснел. И сейчас вот солнце уже сделал его золотистым, таким бело-золотистым, красивым. Температура в районе 0 градусов. Мы ждем, когда мы уже позолотистее станем. Встанем. Уже прям пипец как холодно. Там точка черная. Я ее видел. Я еще думал, блин, камень это или человек. А сейчас ее нет. Точка ушла. У меня такое ощущение, что это вот кто-то там был. А его сейчас просто не видно. Точка ушла. Вообще-то Эльбрус снимаем. Переночевав здесь в окрестностях поляны Эммануэля. Встретив рассвет с великолепнейшим видом на величественный Эльбрус. Мы чуть позже позавтракали, погуляли. Посмотрели на сушликов. Последили за ними. Сейчас решили спуститься вниз. К верхней точке водопада Султан. К так называемому Калиновому мосту. Который представляет собой камень, застрявший в расщелине, по которой протекает река. Как раз и образующий этот водопад Султан. Сейчас мы движемся к этому камню. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну и все, едем дальше Сейчас хотим с Джилсу, с Эльбруса, переехать на конжол полевыми этими дорогами горными Потом посмотрим, я не помню сейчас всю карту наизусть Посмотрим дальше У нас впереди конжол, там какие-то водопады Безинги, ущелье и Верхний Балкария Вот, с его тесниной, как-то там, какая-то теснина, я не помню сейчас точно Поехали Чтобы с поляной Мануэль подъехать к альплагерю Северный склон и база МЧС, Вот надо пересечь вот эту речку Кызыл-Кол Вот мы ее вечером подъехали, она была такая большая и глубокая, несколько проток шло, но мы не рискнули ехать А утром она мелеет Каждое утро из-за того, что ночью в горах холодно, ледники перестают таять, ну и таяние становится менее интенсивное Вода мелеет в речке и спокойно можно проехать, вот сейчас напрямую проедем А наблюдали машины другие, которые вечером проезжали Они ездили по реке, там где она расходится, там где рукава становится мельче, ищут проходы в камнях Ну то есть занятие еще то, а утром, пожалуйста, проезжай и все Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот мы забрались на 2400 уже Едем к плату конжол, подъезжаем Нам осталось немножко Сейчас будем подниматься на конжол, вон по той дорожке, которая идет вверх серпантин Субтитры делал DimaTorzok Вот это Эльбрус Вон туда дальше тоже где-то вот здесь вот, скорее всего, Безингийская стена Шесть пятитысячников должно там стоять Вот это вот плато Бермамыт Мы были там, потом вот уехали вон туда, оттуда приехали сюда Сейчас поедем оттуда, а сейчас поедем оттуда Афиг узнает как-то там, вон туда А сейчас мы на плато конжол, западный конжол Да Субтитры делал DimaTorzok Мы заехали на плато Северный конжол Проехали по нему в сторону южного конжола Вот сейчас мы находимся на вершине горы Кертмен Высота 2201 метр Внизу вон там в ущелье Отсюда не видно, протекает река Психи В общем, виды тут сногсшибательные, скальники Где-то лес, где-то альпийские луга Красота неимоверная Сейчас поедем дальше в сторону водопада Гедмыхшу Нет, я думаю, что вот так У Димкина Патриоте перебила тормозной шланг Который идет на задний мост Где-то на каких-то камнях мост сильно поднялся И загнул штуцер Который соединяет два шланга Сейчас мы поедем в Каменокомск Какой-то Каменомост Каменомост, да Каменомостки Вот, посмотрим там шланг Сейчас попытаемся его купить Вот, а Димка пока едет медленно Димон, спички дай, пожалуйста Спички дай, пожалуйста Прыгали по камням И перебили тормозной шланг, идущий на задний мост Теперь жидкость уходит Жидкость уходит тормозная И не получается у нас, короче, нормально ехать Сейчас съездили в Каменомост Каменомост Каменомостки Вот, так вот В Каменомостки съездили Купили новый шланг Не совсем, правда, вот этой машине Но он по резьбе подошел Теперь надо снять, попробовать старый У нас пока не получается Сейчас нагреем Нагреем И Может у нас получится Я так просто не удержу Мы купили новый шланг Но Когда стали откручивать старый Одна сторона хорошо открутилась А вторая сторона сильно закисла Вот, поэтому мы на одну сторону Новый шланг закрутили А вторую сторону, которую не получилось открутить Мы заткнули Заглушили трубку эту Резинкой И болтом прижали Вот, мы сейчас проверили Вроде все это нормально работает Ничего не капает При торможении Сейчас Димка поедет на С С Тремя колесами Которые могут тормозить Сейчас даем до стоянки И там уже решим Что делать дальше Мы спускаемся с ледника Шаурту За нашими спинами Вершины и пики Мы туда не поедем У нас Отдых экстремальный Но не настолько Нам Нам это не надо Мы стоим Возле Самого большого ледника В Европе Мы стоим На вершине горы Высота которой По картам 3,414 метра Продолжение следует...